Сегодня Карачево-Черкесию посетили депутаты Государственной Думы России Казбек Тайсаев и Яна Лантратова. Члены рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организации по вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей приняли участие в совещании с главой республики Рашидом Темрезовым. Подробности у Али Баташева. Когда солдаты сами на передовой видят ту работу, которую вы проводите, это очень приятно. Спасибо вам огромное. Депутаты Госдумы России Казбек Тайсаев и Яна Лантратова приехали из Украины. Они выразили благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Карачево-Черкесией, жителям Донецкой, Луганской республик и военнослужащим СВО. Мы познакомились с Казбеком Куцуковичем в свое время, в 2014 году в Донецкой народной республике. И тогда я помню, как мы вывозили оттуда детей, в том числе раненых, как оттуда уезжали беженцы, как оттуда передавали гуманитарную помощь. Я помню, какой объем помощи был оказан именно Карачаевой Черкесии. Я помню, сколько делала ваша республика, сколько делали люди, непосредственно некоммерческие организации, объединения добровольцев, сколько детей вы принимали и на отдых, и на реабилитацию. И за эту помощь я хочу сказать большое спасибо всей вашей команде. Начиная с 2014 года, Карачаева Черкесская республика начала принимать беженцев из Донецкой и Луганских областей, оказывать им сельскую помощь. От них, как говорится, мы в первый хуст узнавали о тех бедах и лишениях, которые многие лет испытывали жители Донбасса, о многих проявлениях нацизма со стороны киевских властей по отношению к мирным гражданам. Именно по этой причине абсолютно подавляющее большинство жителей Карачаева Черкесской республики, как и в целом всей нашей большой родины, поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции. На совещании обсудили вопросы поддержки военнослужащих из Карачаева Черкесии, участвующих в СВО и членов их семей. В ходе пресс-подхода члены рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей рассказали о своей работе и ответили на вопросы журналистов. В любом случае победа будет за нами. Конечно, проблемы есть, вопросы есть. И когда вот такая слаженная команда, которую сформировала ваш глава, когда это есть, эти вопросы решаются гораздо быстрее и удачнее. И поэтому спасибо всем жителям республики. Уверен, что совместными усилиями мы приблизим нашу победу. И вот сегодня, что было важно на нашем заседании, во-первых, мы увидели, что каждый представитель того или иного ведомства с душой относится к своей работе. Знает лично каждую семью тех, кто находится там, защищает свою родину. Мы сегодня проговорили те предложения, которые озвучили лично мобилизованные семьи, что нужно поменять. Для себя зафиксировали некоторые моменты. Мы обязательно отразим их в общем докладе. Ежемесячно наша группа готовит доклад к президенту. Мы отразим их во время своей работы в Государственной Думе в виде инициатив, законодательных предложений. Обязательно эту тему отработаем. Работа как по поддержке наших военнослужащих, так и членов их семей обязательно будет продолжена, отметил глава республики Рашид Тимрезов. При этом главная задача, чтобы эта помощь обязательно была адресной и поступала непосредственно нашим военнослужащим. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Али Бастанов, Вести Карачаев